Ну, и Беляш ей это выдаёт, что, типа, когда он был совсем маленьким, лорд Уэнд провёл турнир в Хорренхоле, съехались все, безумный король, отец твой, Роберто Багратион и Лиана, она уже была помолвлена с Робертом, ну, представь, каково было мне, мальчишки из ниоткуда, без ничего задушения, наблюдать, как легендарные люди бьются на Дристалище, последними в сёдлах остались Абдристан Селми и Рейгер Таргарян, и когда Рейгер победил, все приветствовали принца, я помню, как радовались девки, когда он скинул шлем и показал свои серебряные волосы, он был прекрасен, а потом он проехал мимо своей жены Эли Мартелл, и все улыбки увяли, я никогда не видел столько людей за раз притихших, проехал мимо жены и возложил венок из зимних роз на колени Лианы, голубых, как ини, сколько десятков тысяч человек погибло, потому что Рейгер выбрал твою тётку, блин... То есть, это повод к войне был, да? Очень, конечно, тут... С одной стороны... Во-первых, конечно, это Мартыну не в укор, но комментарий обязателен. Вот эта тема, когда проехал мимо жены какую-то постороннюю бабу венком наградил победитель, это вообще настолько распространённое явление, более того, оно распространённое настолько, что-то просто нормальное. Именно для этого турнира, что мы всякое вытворяем. Конечно. Просто потому, что это не может быть поводом ни к чему и ни намёком ни на что, потому что на турнире ты выбираешь себе какую-то вот эту куртуазную леди. Она может совпадать с женой, может легко не совпадать, и, опять же, это ни жене не обидно, никому не обидно. Вообще, это ни намёк ни на что. То есть, если мы говорим про нормальное рыцарское общество... А тут оно, в общем-то, и есть. Нормальное рыцарское общество. Вот выиграл турнир, подарил посторонней девке веночек. И что? И что, собственно, из этого? А ничего из этого. Вот.